МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подкова – это как бы символ счастья, благополучия в семье, достаток. Вложила над подковой два кольца. Это символ вечности. Вечность, потому что любовь вечная. Жизнь человека, будем говорить, на земле и на небесах, она тоже как бы вечная. И это я вкратце вам рассказываю, потому что я могу очень много говорить об этом, я очень много изучала всего. Но и, значит, сверху над кольцами как бы одно кольцо держит самочка, а второе кольцо держит самец, голубь. Это тоже, если взять по духовности, то сошествие как бы на молодых, сошествие святаго духа. А если не брать духовность, то символ такой любви, мира. Среди предложенных идей особо выделялась попытка замахнуться на государственный герб, увенчанный кольцами. Как знать, может быть, нашим правителям действительно недостает подлинной любви к своим подданным. Но, согласитесь, сложно представить эту идею в бронзе, камне или глине, хотя площадку перед ЗАГСом подобное сооружение способно оживить. По крайней мере, хозяйка дворца бракосочетаний надеется увидеть архитектурную композицию, которая украсит парк и пробудет в молодых людях желание вступить в законный брак. Очень часто именно внешние факторы являются стимулом для каких-то поступков в жизни человека, тем более таких, как бракосочетание. И наш город красивый, богатый, добрыми людьми. И, конечно, архитектурный символ какой-то, символизирующий семью, счастье, любовь, это еще более сделает теплым наш город. Инициаторы конкурса, президенты фирмы «Магиссар» Татьяну Дворецкую, организаторы отметили почетные грамоты самоуправления и всем авторам присланных идей вручили благодарственные грамоты. Устроители конкурса очень рассчитывали на активное участие художников-профессионалов, однако их надежды не оправдались. Отличилась Илона Шауша. Она представила сразу две идеи. Одна – узел с изображением конструкции самой совершенной округлой формы. Этот замысел специалисты Думы, входящие в состав жюри, признали лучшим. То, что этот узел как бы переходит в сам себя, это опять же один символ, это ору-оборо, это бесконечность. Важно, что автор этой работы все-таки профессиональный художник. Это, надо сказать, конечно, чувствуется, но это не значит, что те работы, которые подали жители, что они хуже. Наоборот, в этой работе, я думаю, во многом сконцентрированы те идеи, которые были в тех рисунках и в тех таких очень сердечных предложениях, которые подали другие авторы. В этом знаке я вижу и ворота, и два кольца, и узел, который связывает жизнь. И хотелось, конечно, дальше работая автором вместе с архитектором, найти самое лучшее место, чтобы этот объект стал символом города. Однако инициаторам больше понравилась другая идея художницы – пыльца, как зароды жизни. По эзотерической философии именно пыльца выбирает и находит будущих родителей. От фирмы-магистр Илона Шауша получила поощрительный приз в 500 латов. Идей, основательно разработанных, готовых к осуществлению, а значит, достойных обещанного вознаграждения в 1000 латов, не было. Каким будет окончательный вариант архитектурного объекта – вопрос времени. В любом случае, готовый проект будет вынесен на суд горожан. Городская дума со своей стороны планирует создать в парке аллею молодоженов, так что пригодится может любая из предложенных идей. Продолжение следует...